Духовные существа Это очень такая вот большая разница Так, все, двигаемся дальше И сегодня мы узнаем очень такую неожиданную вещь Для меня это было неожиданно Вот та книга, которую мы сейчас изучаем Мне прям жалко, что она уже заканчивается Уже мы сегодня перейдем на последнюю главу И уже завтра я буду предлагать вам новые книги Буду предлагать новые книги Итак, значит, Рав Шаламаруш Здесь он нам заканчивает тему с праведниками Помните, значит, давайте те, кто может быть, новые присоединились Я вам расскажу Вот мы уже заканчиваем книгу Которая называется «Сад благодарности» Здесь такой есть велитий рабин Рав Шаламаруш Он нам предлагает концепцию раби Нахмана Мебреслав Который в уме не похоронен Служение Всевышнему Эта концепция основана на радости На том, что все проблемы у еврейского народа И у всего мира От неблагодарности Всевышнему Начиная с первого человека Адам Решон, который был неблагодарен Всевышнему Ему все было мало И он из-за того, что ему было мало Он был недоволен тем, что у него есть Он двигался дальше Также весь мир Из-за того, что мы неблагодарны Всевышнему И еврейский народ особенно Потому что еврейский народ Это народ, который называется Еудим Еудим это те, кто благодарны Переводится слово Еудим Это благодарны и прославляющие И поэтому самая большая претензия У Бога к еврейскому народу И к каждому человеку, несомненно Это претензия в неблагодарности Поэтому он нам доказал вначале Что нытье – причина всех бед в жизни человека Второе – благодарность – это причина всего хорошего В жизни человека, всего счастья Третье – когда ты благодарен Даже когда происходит что-то, что тебе не нравится Этим ты исправляешь, что был неблагодарен Когда у тебя было все хорошо А ты был неблагодарен Четвертое – что есть божественное провидение Что Всевышний нет в этом мире Ничего, что может двинуться без его воли Поэтому то, что ты называешь плохим Это воля Всевышнего А воля Всевышнего не может быть плохой Бог – это добро И он, значит, дает что-то для твоего исправления И вот именно в такие моменты проверяется вера во Всевышнего Пятое – вера во Всевышнего Это вера, что все, нет ничего, кроме Бога Всем управляет Бог Все мироздание – это Всевышний И что Он хочет людям добра Что Он хочет людям добра Это основа веры И дальше мы пришли к моменту Были в течение книги практические инструменты Как благодарить, как молиться Как себя в разных ситуациях вести И вот мы пришли к тому, что вера в праведника Она может Да Вера в праведника Она может, естественно, помочь Но может и повредить Потому что если ты из-за веры в праведника Ты забываешь, что есть Бог, который всем управляет Может это и повредить И вот сегодня Он заканчивает эту тему Он сегодня говорит, что Если приходит к праведнику человек А тот видит Он видит Он пишет Праведник, решающий помочь избавить от страданий людей Не совершивших раскаяния По сути идет против Всевышнего Ведь Всевышний специально посылает Такому-то определенное испытание Чтобы пробудить его к раскаянию А вместо наставления в раскаянии Праведник молится об отмене Постановленного Всевышним И вот он здесь Вот этот вот момент очень удивительный Вот здесь праведник, да? Кто это праведник? Праведник, который растворил свою волю Растворился во Всевышнем То есть праведник, он говорит А мне вообще, меня нет Вот был, например, Авраам Про отец Авраам Он говорил Маани, он говорит Что я? Прах и пепел Когда он Всевышнему говорил Он молился за дом, за злодеев Тоже, кстати, странная вещь Вот тут я сейчас вспомнил Авраам, он молился за то, чтобы Бог спас злодеев Но он как молился Обратите внимание Он же не молился за злодеев Он говорит А что, если в городе есть 50 праведников Так что, они должны за злодеев погибнуть? Бог говорит Если будет 50 праведников, оставлю города Он говорит А если есть там 45, а 40, а 30, а 20, там он все А 10 То есть он просил по большому счету не за злодеев Он просил за праведников, чтобы из-за праведников остались жить злодеи И это интересное очень наблюдение Сейчас у меня было Что действительно, если есть в городе Или если есть в мире Определенное количество праведных людей То в заслугу этих праведников существует весь мир То есть весь мир или там государство Могут быть злодеи Я утром сегодня дочку в школу И мы с ней разговаривали Вот она про какого-то там из своих учителей Говорит Вот она такая не очень хорошая Я говорю, секундочку Если она сделала какие-то действия, которые тебе не нравятся То так и скажи Мне вот эти действия, я считаю, что эти действия, они были неправильные Но как можно сказать, что она плохой человек Если вдруг она там сделала вчера, она кому-то почку отдала Там спасла кого-то А может она позавчера там вообще целый день кому-то помогала невероятно То есть очень сложно определить, какой человек В нем есть и какие-то хорошие грани, и плохие То же самое город, страна, мир Очень тяжело вообще судить Поэтому лучше не судить Тут интересно А если судить, то лучше оправдывать Потому что та мера, которую человек меряет Мера меряет ему с неба То есть если ты кого-то жестко судишь Ты создаешь конкретно меру суда на себя Ты можешь судить там Гондурас сколько хочешь Гондурасу от этого не жарко, не холодно Это Гондурас, где ты, где Гондурас Но когда ты говоришь Надо там в Гондурасе всех про это самое Так что в этот момент Ты создаешь меру суда на себя На свою жизнь, на свои какие-то события Хорошо Теперь значит Здесь он приводит такой пример Она говорит, как праведник Не молится за людей Если он понимает, что Всевышний специально им шлет страдания Чтобы они раскаялись и их спасти Он здесь приводит очень интересное такое размышление Которое Значит он говорит Вот смотрите, давайте вспомним историю О которой мы сейчас к ней приближаемся Сейчас месяц Адар И будет скоро праздник Пурим Пурим это праздник спасения еврейского народа Две с половиной тысячи лет назад Был разрушен первый храм, который построил царь Салмон Он простоял 410 лет И его разрушил вавилонский царь Навухаднецар И угнали еврейский народ в Вавилон Там где сейчас Иран, Ирак, вот туда И они значит там поселились Им дали просто, их переселили туда Они заняли хорошее положение То есть они были как евреи в Америке, например Сейчас да, очень влиятельная такая община Которая имела огромное влияние на Вавилон И был у них один из мудрецов Которого звали Мордыхай Он был один из глав еврейской общины И был премьер-министр у царя Царь уже тогда, Навухаднецар, умер И на его внучке женился человек по имени Ахашвирош И Ахашвирош этот был такой царь Это была огромная империя Он ей правил такой жесткой рукой И значит вот этот Аман, его премьер-министр Он не возненавидел Мордыхая И он значит с разными комбинами и кознями Он добился, что царь подписал указ О уничтожении всех евреев в Вавилонской империи А в это время он, царь этот, казнил свою жену То есть, чтобы было понятно, какие были нравы Она его не послушалась И по совету этого же Амана Который выступал против евреев Он сказал царю, казни ее Потому что если сейчас ты царицу свою жену не казнишь То жены перестанут слушаться мужей Поэтому ты должен сделать показательную казнь Что за нравы были, понятно Это поздравляю с 14 февраля С Днем влюбленных История на День влюбленных И Яхашвирош По совету этого Амана Вначале он казнил свою, значит, жену Потом, по совету этого Амана Он издал приказ уничтожить всех евреев Но Всевышний так сделал Что племянница Мордыхая Ее схватили на улицы И ее силой забрали в гарем И Мордыхая ей сказал Не говори, кто ты Это дело Всевышнего Мы посмотрим, что дальше То есть не выдавай Никто ты, ни что ты Просто молчи Так тебя быстрее отпустят И вот Эстера Она была в этом гареме И Ахашвирош ее полюбил Значит, он ее полюбил Страшно Значит, вот пишет Эстер Что никакая жена не выйдет На все очи обозрение в обнаженном виде Оскар, посмотрите церемонию Вручения Оскар Любое сейчас массовое мероприятие Там половина в обнаженном виде Так что не надо Это Вашки Она готова была выйти И в обнаженном В общем, не важно Сейчас мы не будем входить в детали Эстер становится царицей И в момент, когда Уже вот осталось совсем немного До дня, когда должны были уничтожать всех евреев Эстер приглашает Амана И царя к себе на пир Все в шоте Все в шоте Значит, царь в шоте Она никогда до этого не шла первая к нему А тут она первая пришла Пригласила на пир Но непонятно, почему она приглашает Этого Амана И непонятно вообще, зачем все это Потом она Царь ей говорит Что ты хочешь? А она хотела попросить За спасение еврейского народа То есть Открыться, что она тоже еврейка Но Она вдруг говорит Нет, говорит Приходите завтра ко мне на пир Царь не понимает Что происходит Аман Он Говорит Все, я достиг самого величия То есть уже царица зовет меня и царя на пир Круче меня нет И на втором перу Царица говорит царю Что Есть Есть злодей, который хочет меня убить Ни за что Царь говорит Кто посмел? Где этот злодей? Она говорит Вот этот злодей Аман И показывает на этого премьер-министра Царь говорит Как? Что? Она говорит Не только меня Еще целый невинный народ Он придумал всю эту комбину Чтобы убить Царь говорит Значит убить его И его вешают Амана И всех врагов Которые были Хотели убить евреев Их наоборот убивают Это Пуримская история Теперь он пишет Здесь в этой истории Говорит Давайте обратим внимание На одну вещь Он говорит Почему Эстер Два раза Звала царя И Амана на пир И отказывалась Ежемордыхай Сразу сказал Иди к царю Попроси за спасение Еврейского народа Но она так не сделала Она сказала Первое что она сказала И мы все время постимся Есть пост Называется пост Эстер Перед Пуримом В память об этом моменте Она говорит Все должны Весь евреевский народ Должен поститься Я без этого к царю не пойду Все должны поститься И раскаиваться Значит Это первое То есть Что она попросила Второе Она говорит Я пойду к царю Но она вместо того Чтобы пойти к царю Пригласила царя Ана пир Вместе с Аманом Раз пригласила Два пригласила В Талмуде Есть трактат Медила Там задается вопрос А какие у нее были У Эстер Какие были у нее Вообще Расчеты в голове Да Зачем она это сделала В Талмуде Приведено 9 вариантов Ее Ее как бы Комбин Да Вот что такое Женская Хитрая Женская мудрость Там хитрая мудрость В общем Женская логика Женская логика Мудрецы Приводят 9 разных Расчетов Которые Эстер могла Комбинировать Этот расчет Я честно говоря Не помню Был там или нет Здесь он приводит Расчет такой Она говорит Он приводит Расчет Вообще необычный Я не помню Чтобы там был Такой расчет Там было 9 вариантов Тоже такие комбины Что вообще Но здесь он приводит Вообще комбину Комбину По своей как бы линии Он говорит Что Она не хотела Идти к Ахашвирошу Поскольку Видела Как все полагаются На нее И говорят Что не стоит Опасаться указа царя Если царица Происходит Из еврейского народа Она постарается Отменить этот указ Эстер была мудра Мудра И поняла Что пока Народ Израиля Будет полагаться На нее Они по настоящему Не обратятся К раскаянию Потому что То что на них Была Вот эта гзера То есть Талмуд спрашивает Вначале А за что Всевышний Такое сделал На евреев Наказание Что их хотели убить И Дальше Талмуд Говорит Там Были тоже Разные версии Но конечная версия Была Что когда Их гнали Из Израиля В Вавилон Там стоял Огромный Идол Вот этого Навухадницара Он себя Обожествлял И они поклонились Этому идолу И всех заставляли Проходить мимо И кланяться Было трое Которые не поклонились Их бросили В В печь Да Чтобы сжечь И Бог их спас Но все остальные Поклонились И Талмуд Говорит Если за это Была гзера Вот это вот Ну Наказание На них Да Уничтожение За то что Они отказались От Всевышнего И поклонились Идолу Так почему В итоге Они спаслись Да То есть Если они Поклонились Идолу Этого достаточно Идолу Поклонства Чтобы Чтобы они Были Уничтожены И отвечает Талмуд Рабишиман Барюхай Что Они поклонились Но не по Настоящему В сердце Они продолжали Верить в Бога И полагаться Только на Всевышнего Они поклонились Не по Настоящему Ну Типа Поклонились Этому Стату Идолу И все Но они Не верили И поэтому Всевышний Мера за меру Сделал такое же Наказание Что они Год жили Под страхом Что их уничтожат Но в конце Они спаслись То есть Было уничтожение Тоже не по Настоящему Они поклонились Не по Настоящему И уничтожение Было не по Настоящему Но здесь Он приводит Другую Давайте вернемся Он говорит Смотрите Эстер думала Что все Надеются на Нее И по Настоящему Они не Раскаялись Ведь Беды Нависшие Над ними От злодея Амана Это приговор Небес Призванный Пробудить Евреев К раскаянию Если они Не предадутся Раскаянию Она не сможет Им помочь И тогда Она не сможет Им помочь Как бы близко К трону Она не стояла То есть Люди не спасают Спасают Всевышний Если люди Полагались На нее То тогда Они не будут Раскаиваться И она Специально Пишет Он Когда Мурдыхай Потребовал От нее Пойти к царю Она увидела Что евреи Все еще Возлагают На нее Свои Надежды Эстер Пошла На хитрую Уловку И пригласила Амана На пир Когда евреи Услышали Об этом Они решили Что царица Предала Их Забыла О своем Евреи Забыла О нависшей Над народом Беде Если она Устраивает Для Амана Пир Так может Она и сама Причастна К этому указу Когда же На следующий День Она повторила Они Вообще Поняли Что она Точно Их предала Что она Их спасать Не будут Они ее Объявили Отступницей И предали Скорб И тогда Они уже Поняли Все Защиты Ни от кого Нет И тогда Они обратились Ко Всевышнему И когда Они все Обратились Ко Всевышнему От всего Сердца То тогда Она пошла Уже тогда Она попросила Царя И Значит Царь Убил Амана И он Пишет Если бы Евреи Полагались Только на Царицу Эстер Они не Возвали бы К Всевышнему И не Были бы Спасены Но теперь После Рыдания И раскаяния Они обрели Помощь и Спасение Вот Это то Что Он Как бы Такая Интересная Версия Да Которая Объясняет Его Его Подход Что Даже Когда ты Идешь К праведнику Ты должен Надеяться На Бога А не на Праведника Ты не можешь Возлагать Надежды На человека Как говорил Царь Давид Он говорил Не полагайтесь На добродетели На человека Не полагайтесь Нет от него Спасения Выйдет Из него Дух Умрет он Вернется Он В землю В этот день Будут Потеряны Все Кто На него Надеялись И я Помню Историю Как Равыцкак Зирьбер Он сидел В 1953 Году В тюрьме И Уже Были Указы Дело Врачей Сфабриковали Обвинили Врачей Среди которых Было 90% Евреев Что они Делали Какие-то Диверсии И так далее Уже Было Подготовлено Указы Барати В Сибири Чтобы Евреев Выслать Из Ну То есть Уже Были Там Отмечены Все Квартиры Чтобы Их Всех Убрать Из В Сибири Но что И в тюрьме Они тоже Об этом Знали Там где Он Сидел И Были Евреи Которые Говорили Ему Ну Что Где 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 Твой Бог Ицхак Как Ты Можешь Верить Бога Посмотри Что Творится Только Закончилась Катастрофа Война А сейчас Здесь В СССР Что Творится Что Сейчас Все Комерей Уничтожат И Сталин Не Гитлер Он Дело Все Доводил До Конца Не Было У Сталина Ни Одного Дела Чтобы Он Не Довел До Конца Так Они Говорили А Равицках Читал Как раз Медилат Эстер Это Было Пурим И Он Говорит Человек Это Басар Вадам Это Мясо И Кровь Выйдет Дух Из него Вернется В землю В этот День Исчезнут Потеряются Все Кто На него Полагались И Именно В Пурим 1953 Года У Сталина Был Что Был У него Инсульт И Сталин Умер Как раз Как раз После Пурима Сразу же Он Умер Тут же Его Разоблачили Что Именно Сталин Был Злодей Преступник Культ Личности И Значит Все Злодеи Которые Были В его Команде Всех Уничтожили Причем Это Было Три Раза Он Сам Первый Слой Которые Были Злодеи Потом Уничтожали Вторые Треть Четвертые Зло Всегда Будет Наказано Хорошо Значит И Мы Дошли Уже До Тринадцатой Главы У нас Следующая Глава Тринадцатая Называется На Самое Легкое Избавление Уже Последняя У нас Глава Жалко Что Эта Книга Заканчивается Конечно И Скажу Вам Что Что Еще Я думаю Что Пару Уроков Ровно У нас Будет 120 Уроков Я думаю Постараюсь Так Подогнать Что Было 120 Уроков И Значит Что Я заметил Про Благодарность Мало Знать О Благодарности Нужно Ее Очень Сильно Практиковать Прямо Напоминать Себе Сотни Сотни Раз В день Нужно Благодарить Благодарить Всевышнего Это Самое Важное Средство Для Улучшения Жизни Для Связи Со Всевышним И Вот Когда мы Учили Именно Больше Практические Вещи То Я По Себе Чувствую И Видел Что Ты Больше Уже Как бы Уходит Фокус От Того Что Главное Это Не Знать Про Благодарность И Главное Не Знать Про Бога Главное Это Практиковать И Действовать Потому Что От Того Что Ты Знаешь Что Надо Быть Чистым От Того Что Ты Знаешь Как Работает Душ От Есть Большая Любовь К Душ Прямо Чистая Большая Любовь Он Станет Чистым Только Если Он Будет Практиковать Мытье То же Самое С Любовью К Всевышнему То Любовь Сердце Это Прекрасно Как Любовь К Чистоте И Душ Но Важно Именно Практиковать И Самая Приятная Самая Лучшая Практика За Все Годы Моей Жизни Это Благодарность Всевышнему Тысячекратное Выражение Благодарности За Все И Это Больше Всего Приближает Ко Всевышнему Соединяет С Ним И Дамир Я Сейчас Как раз Следующий Урок Я Предложу Что Завтра Наверное Какие Книги Подумаю Я Сейчас Все Думаю Я Еще Хочу По Магазинам Походить Посмотреть Мне Посоветовали Несколько Книг В Этом же Направление Что Мы Продолжили Тему Благодарность Полагаться На Всевышнего Верого Всевышнего Есть Книга Мне Посоветовали На Английском Ну Она Связана С Упованием На Всевышнего Именно Как Способ Мышления Когда Бетахон Когда Ты Уверен Во Всевышнем И Ты Через Эту Уверенность Создаешь С Он Говорит Нам Следующую Вещь Рав Зелик Плискин Он Нам Говорит Что Празднуйте Говорит Celebrate Victories Celebrate Victories Празднуйте Победы Он Говорит Большинство Радостных Людей Это Те Кто Празднует Свои Победы И Каждый День Значит Можно Найти Личные Победы Которые Ты Можешь Праздновать Он Говорит Такую Вещь Вот Каждый Человек Может Найти Новые Вещи Чтобы Celebrate In Your Own Life Чтобы Праздновать В твоей Собственной Жизни Он Приводит Пример Вот Посмотрите Например Болельщики Какой-то Команды Футбольной Или Бастетбольной Или еще Какой-то Значит Они Болельщики Радуются Когда их Команда Выиграла А что Значит Команда Выиграла Какой-то Человек Придумал Правила По Которым Действуют Там Все Игры Каждая Игра Она Действует По Каким-то Придуманным Правилам Дальше Собираются Команды И они По Этим Придуманным Правилам Какая-то Команда Выигрывает Какая-то Проигрывает Теперь Он Говорит Но Ты же Можешь В своей Жизни Создавать Себе Любые Правила И Ты Можешь Праздновать Победу Что Сегодня Я пришел На урок Ты можешь Праздновать Победу Что Сегодня Десятый Урок Или Сотый Урок На который Я пришел Ты можешь Праздновать Победу Что Сегодня Я встал Рано Вот Я Например Уже С утра Веган Я Уже Например Даже Не с утра Веган Я Последний Раз Мясо Ел Вчера Днем Значит Я Уже Почти Сутки Я Веган Это Большая Победа Да Потому Что Я Уже 20 часов Не ем Мясо Представляете Я В душе Веган Давно Года Я Веган В душе Но Периодически Я Мясо Ну Вот Час Уже 20 часов Не ем Например Да Уже Победа То есть Он Предлагает Нам Праздновать Эти Победы Идти От Победы К Победе И За все Благодарить Всевышнего Тем самым Создавая Свою Собственную Счастливую Реальность В которой Вы соревнуетесь Только с собой Вчерашним В котором Вы устанавливаете Правила По которым Вы победитель И в которых Вы за каждую Победу Благодарите Всевышнего И это И есть Один из Компонентов Счастливой Жизни Который Доступен Каждому Из нас Я например Праздну У нас Сегодня Уже 230 Человек На уроке В прямом Эфире Это Уже 230 Огромная Огромная Цифра В прямом Эфире Слава Богу Я очень Вам благодарен За то Что Вы Помогаете Нам Это больше Чем вчера Например Да Но когда Если будет 250 Мы будем Праздновать 250 300 500 1000 И так Мы будем В конце Праздновать Великое Избавление Перейдет Машиах Значит Следующая Глава У нас Самое Легкое Избавление Очень Очень Красиво Он тоже Дает Вот этот Ракурс Раф Шалома Руша Он Очень Очень Такой Радостный Да То есть Есть Служение Всевышнему Есть Мрачные Такие Виды Служения Да Вот Например Наверняка Если кто-то Там Говорит Во Давай Не ешь Не пей Иди В монастырь Откажись От всего Там Все Это Какие-то Есть Типы Служения Такие Странноватые Да То есть Страдайте Есть Тип Служения Вот такой Он говорит Радуйтесь Благодарите Всевышнего Празднуйте Победы Празднуйте Каждый Момент Своей Жизни И будьте Уверены Что Всевышний Который Вам Сегодня Дает Возможность Радоваться Он И завтра Даст Но Те Кто Неблагодарный И те Кто Сегодня Не хотят Радоваться И те Кто Ноет И те Кто Все Время Всю Свою Жизнь Всевышний Дает 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 А ты Все Время Недоволен 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 Понятно Уже За это Всевышнему Достаточно Перестать Давать И те Люди Которые Не Видят Добра Всевышнего Они Абсолютно Правильно Боятся Их Мозг Он Проецирует На будущее Их Неблагодарность Они Сегодня Добра Не Видят И Завтра У них Понятное Дело По их Системе У них Добра Не Будет Поэтому Пессимисты Абсолютно Правы У них Будет Все Плохо Вот Эти Вот Скептики Абсолютно Правы Конечно Их Подставят Человек Который Думает Что Его Все Подставят Его Подставят Потому Что Ну А как Не Подставишь Человека Который Уверен Что Ты Все Равно Негодяй И Он То есть Он Все Равно Найдет Что Его Подставили Каждый Живет Своей Верой Поэтому Давайте Жить Верой Благодарны Всевышнему Радость Счастья И Всевышний Нам Даст Очень Много Чудес И Доказательств В заслугу Нашей Веры Все Всем Удачи Успехов Лилу Нишама Борух Бен Авраам Лилу Нишама Адаса Бат Авраам И Для Скорейшего Выздоровления Всех Всех Кто Нуждается В выздоровлении И чтобы Мы Были Благодарны Праздник Мы выжили В сегодняшнем Обстреле Слава Богу Лена Слава Богу И все Кто сегодня Не радуется Посмотрите На Лену Люди Сидят Под Обстрелами Выживают Как Может Человек Который Не Под Обстрелом Не Радоваться Он Должен Прыгать До потолка От Радости Что Он Не Под Обстрелом Дай Бог Здоровья Мами Дамира Партнера Ей уже 75 лет Уже Почти Три Четверти Века Она Живет На этой Земле Родила Дамира Внуков У нее Сколько Уже Слава Богу Внучек Все Слава Богу Надо Видеть Просто Радость И радоваться И скорейшего Освобождения Всех Пленных И Воздоровления Всех Раненых Все Всем Удачи Успехов До Завтра Спасибо Огромное Что Пришли На урок